Как обещала, будем говорить, да, об исполнении мечтаний? Да. Да, я тебя перебила чуть-чуть, давай. Мы просто хотели вам рассказать о том, что к нам в редакцию поступало очень много заявок на участие в проекте «Обыкновенное чудо», и нас очень радует, что на самом деле мечты распространились настолько, что они теперь исполняются вне проекта. Вот, например, Татьяна, мы сейчас ее видим на экране, она мечтала о новогоднем празднике. Сейчас хотим с ней пообщаться и узнать, как осуществилась ее мечта. Татьяна Круотова, участница проекта «Обыкновенное чудо», тоже доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна, расскажите, пожалуйста, вы о чем мечтали, почему вообще решили подать заявку? Я мечтала, чтобы у вас была фантазия, елочка, чтобы у нас была. Я спала в больницу и, к сожалению, не смогла сделать детям праздник, чтобы были подарки и была елка. Вот, лежала в больнице, листала ленту ТВК и вот увидела, что исполняет желание. Обыкновенное чудо. Ну, я пролистнула дальше, не хотела, конечно, думаю, сама справлюсь, как бы не поверила в это. Потом в какой раз попадается мне в ленте, и я решила написать. И, конечно же, мне ответили. Потом выписалась в больнице, как-то забыла, все, улеглося. Мне позвонили, я не поверила. Ну, блин, прям, ну, я не знаю, у меня слов нет. Ребята молодцы, приехали, подарили большую елочку. Ну, в смысле, для меня большая, огромная. Ребятам подарки, у меня двое мальчишек, вообще здорово, я не ожидала, честное слово, прям. Очень благодарны ребятам за какой-то сезон, приехали, поздравили, устроили настоящий праздник, настоящее чудо. Татьяна, хотим посмотреть елочку, можете повернуть, показать нам как-то ее? Конечно, вот она, замечательная красавица, которая появилась на футболе. Оно такая пышная, такая пышная. А украшения, я так понимаю, ваши, да? Да, украшения наши были, да. Татьяна, а теперь о чем мечтаете? Знаете, может быть, это покажется каким-то банальным или, я не знаю, как-то примитивным. Ну вот, все взрослые, ну, повзрослели и не верят в чудо. Я бы хотела, чтобы каждый взрослый все-таки поверил в чудо. Ну, желания, мечты, они исполняются, но на самом деле исполняются. Татьяна, у вас была такая искренняя, добрая мечта. И мы очень рады, что она у вас, наконец, исполнилась. Вы можете сейчас поблагодарить бархатный сезон, который вам подарили этот подарок? Да, я очень благодарна бархатному сезону. Ребята, которые ко мне приезжали, Антона и Елизавета, вообще огромное вам спасибо. Я безгранично благодарна. Вот праздник сделали, ну, прям настоящий. Спасибо им огромное. От души спасибо. Вам спасибо, что приняли участие в нашем проекте. Хорошо, что есть такие добрые, искренние красноярцы. Вас поздравляем с наступающим Новым годом. Мы хотим сказать, какие же бархатный сезон. Молодцы, что они все-таки решили помочь Татьяне исполнить ее мечту. Огромное им спасибо. Ну и напомню, что здоровье и красота – это как раз философия компании «Бархатный сезон». Красота внешняя всегда, всегда сопровождается и красотой духовной. Это неотъемлемые части. И в преддверии праздников бархатный сезон дарит красоту и, конечно, исполняет новогодние желания.